Поговорим с человеком, который за Навальным следит много-много лет и который всё про него знает. Как я понимаю, он у нас на связи. Сергей, привет. Сергей, вы когда без очков, производите сразу страшное впечатление. А когда в очках, хотя бы на прокурора Вышинского похоже. Так сразу понятно, что им всем достанется. Итак, Сергей Корнаухов, доцент Ранхикс, человек, который иностранного агента, сволочь и подонка, мерзавца Власова, Навального вычислил ещё во время работы в Кировской губернии, но, к сожалению, тогда к нему не прислушались. Ну, рассказывайте, Сергей, что думаете? Ну, несколько вещей хотел бы сказать. Знаете, мы готовились к Параду Победы интересным образом. На нас в том году вышел один ветеран, ему 95 лет. Он живёт в Киеве, и, как рассказывает, он пошёл на войну прямо со школьной парки. И прошёл всю войну. И сейчас, он говорит, моя война не закончена. Я тогда спросил, почему. Он говорит, ты знаешь, я каждый день хожу за хлебом, одеваю георгиевскую ленточку и каждый день дерусь с этими, говорит, недобитками. Он говорит, у меня есть одна мечта. Я говорю, какая? Он говорит, я хочу приехать на Парад Победы. Мне 95 лет, но я хочу перед смертью встать там, говорит, пусть все сидят. А я буду стоять, пусть, говорит, меня поддержат, и я, говорит, буду отдавать воинское приветствие. И стоять, я просто, знаете, представлял эту сцену, я представлял, как он будет рыдать. Смотреть и рыдать, потому что человек мечтает окончить жизнь тем, что увидит Парад Победы. Еще он говорит, конечно, если бы у меня была такая возможность, я бы хотя бы, говорит, пять шагов, но сделал сам в рядах бессмертного палка. Я бы, говорит, сделал хотя бы несколько фотографий поднял тех братьев, которые шли со мной. Мы не смогли привести этого ветерана из-за карантина, других причин. Вот, но я сегодня, когда это слушал, знаете, вы сейчас об этом сказали, я смотрел, ну, даже не на лица, а на, простите меня, на рожи двух журналистов. Меня даже в тот момент не Навальный возмущал. Вот Максим Курников, который зам главного редактора, да, Ирина Балаяна. Они рыжали, понимаете, они смеялись над тем, что говорил товарищ Мякиш Навальный. Я, честно говоря, тогда вспомнил только одну аллегорию, как-то у католика, я читал старую очень работу, и у католиков развит экзорцизм очень сильно, и католик говорит, это известный богослов, о том, что признаками наступления тяжелых времен, страшных времен, прихода антихриста, будет смех на правду, смех на справедливость. И вот почему-то я вспомнил об этом, когда смотрел на них, и подумал, что это самое настоящее беснование. И вот если вы заметите, то, особенно на дожде я это замечал, стоит сказать хоть что-то о стране, хоть что-то о родине, они начинают улыбаться. И вот этот смех такой, он очень узнаваем. По существу, по 280-й, по призывам, вы знаете, прошло 5 дней. Как я понимаю, в соответствии с УПК РФ, 3 дня прошли, видимо, было вынесено постановление о продлении предварительных мероприятий, потому что нужно провести экспертизу лингвистическую для того, чтобы возбудить уголовное дело по признакам статьи 280-й, части 2-й. Крайний срок, 30 дней, который, как я полагаю, будет выдержан, оканчивается у нас 17 июля. Подумая вот о чем, о том, что если вдруг у нас все затянется, то, независимо ни от чего, мы на следующей неделе нашли возможности, проведем публичную экспертизу его высказываний и просто представим общественности для того, чтобы они посмотрели, что скажет профессиональный эксперт на этот его видео-опус, для того, чтобы у нас была с вами, вообще у публики, возможность с правоохранительными органами вести диалог профессионально. Потому что у нас на руках будет экспертиза, и мы сможем спросить у правоохранительных органов, когда будет реакция. Почему? Потому что я, когда сегодня смотрел на него, подумал о том, что он становится таким абсолютным символом безнаказанности в нашей стране. Так и есть. Криминологи прекрасно знают, вообще в науке криминологии есть отдельное учение. Это учение называется «Безнаказанность как феномен» и изучается влияние преступности, влияние безнаказанности на рост преступности. Как минимум 20% преступников отказывается от совершения преступления, если четко знают, что будет наказанием. Безнаказанность генерирует как минимум плюс 20% новых преступлений. Когда сегодня, знаете, интересный момент, когда Алексей высказывался, Анатольевич, как его называют, уважительно на эхо Москвы. Они его почему-то называют политиком, а не уголовником. Ким он является? Ну, вообще, ну, конечно, поведение журналиста, вы знаете, я не знаю, существует ли возможность привлекать за нарушение этических норм журналистов какой-то моральной ответственности, выражать какое-то порицание. Я, правда, не знаю эту сферу, но вообще то, что я видел сегодня, это за грани. Ну, правда, это должно быть остановлено. А что за грани? Что должно быть остановлено? Ну, Серёж, ну, прекращай. Если у нас месье Венедиктов приглашается в Кремль, если у нас месье Венедиктов получает деньги от любых государственных структур, если он делает совместные проекты с государственными структурами, если на эхо Москвы ходят государственные спикеры, если эхо Москвы подкармливает государство, а не только Газпром-Миди, где господин Жданов впрямую получает оскорбление во время эфиров Егор Кижукова и Лёшки Навального, если Венедиктов еще в общественной палате Москвы, он кто такой? То есть этот человек, который абсолютно является предателем, врагом, который и не скрывает того, что он враг, он обласкан властью. С ней власть заигрывает, она его подкармливает, она же его не отпускает в рынок. Она дает возможность ему и его продажной вот этой всей своре, она ему дает возможность брать интервью напрямую находящегося в федеральном розыске преступники Ходорковской. И ничего не случается. Все отлично. Все прекрасно. Поэтому власть пусть не делает вид, что не понимает, что происходит. Именно поэтому они каждый раз Навальному очередное дело, не, не будем возбуждать, мы его потренируем и поднакачаем его, чтобы все знали, Лёшку Навального трогать не смей! Не смей трогать Лёшку Навального! У меня там кто-то спрашивает, один паспорт, один. А вот сколько паспортов у Навальнят и у сотрудников Эхо Москвы? Это вы можете спросить у них. Ох, я думаю, собьетесь со счета. Только таким, как Лёшка Навальный, паспорт не нужен второй заграничный. Они его получат, как только любую границу пересекут. Им сразу выдадут. Им сразу все сделают хорошо. Зачем своих агентов палить? Кстати, подписывайтесь и ставьте лайки на Соловьёв Лайв на Ютюбе и телеграм-канал Соловьёв, телеграм-канал Корнаухов. Серёж, прости, что перебил. Просто до сердца дошло, когда власть делает всё, просто делает всё, чтобы такие, как Эхо, чувствовали себя хорошо. При этом напомню, что они убыточные, но это никого не волнует. Сегодня, когда они интервьюировали его на Эхо Москвы, он, интересно, обосновывает, он говорит, нельзя идти на парад. Они говорят, ну почему, Алексей? Он говорит, ну как же, ну коронавирус, ну это же преступление, выводить ветеранов и так далее. Значит, проходит буквально там три секунды. Они говорят, Алексей, а как по поводу митингов? Они будут или нет? Вы будете выступать? Вы же говорите, вирус. Он тут же забывает про вирус и говорит, что нет, но как бы вирус-то вирусом, но выступать-то мы будем, митинги будут? Это что такое вообще? Где логика? Знаете, я подумал вот о чем. Может быть, не стоит упрощать все. В оперативной тактике есть, мне кажется, очень интересное учение, вообще в оперативной работе как науки, так и в практической деятельности, есть тема камуфлирования. Вот я сегодня все слушал и пытался найти логику. Я часто пытаюсь найти логику, какую-то последовательность фраз, и понимаю, что это все абсолютно вот какая-то мишура, набор слов, мыслей, а за этим стоит постоянно ядро. Какое? Я понимаю, что все, что они делают, это камуфляж. Но для чего? У меня есть несколько версий. Я тут взял новости и ввел. Должен уйти. И что у нас выходит? Мадуро должен уйти, говорит Макс Пейн. Ассад должен уйти, говорит Кэмеро. Путин должен уйти. И перечислять, кто только не говорит, невозможно. Вот это единственная задача у всей этой своры, которая работает из единого центра по всему миру. Алексей даже в риторике, вообще вся его команда Навального, вся риторическая база, они говорят одно и то же, что говорят в Венесуэле, в Сирии до боевых столкновений. Так вот, интересно, что... А зачем искать? Так ты посмотри, даже внешний образ. Они же лепят их всех одинаковые. Они все выглядят как целлулоидные пупсы. Их одинаково одевают, у них одинаковая речь. У них все повадки, руки, они все одинаковые. Их, в принципе, можно брать и вот просто менять местами, никто не заметит особой разности. Ну, пожалуй, только у Венесуэльского грудь поменьше и плечи пошире, чем у Навального, и все. А в остальном тот же самый типаж. Мне кажется, что сейчас они пытаются собрать, знаете, вокруг вот этого мякиша, такую безобразную жижу. Вот я прям очень хорошо это понимаю, потому что парни в светящихся кроссовках и на самокатах, вот те самые, которые в 2011 году катались по Болотной, сейчас не годятся для тех задач, которые стоят перед оппозицией. Поэтому нужны радикалы, которые будут четко понимать, что Родины нет, победы нет, ветераны это не будут употреблять и уподобляться этим негодяям, это понятно кто, и так далее. Вот такие люди действительно представляют, ну, на мой взгляд, ту колоссальную опасность, которую мы почему-то сейчас не анализируем и упускаем. Я не знаю, почему власть относится к этому спустя рукава. Я просто не понимаю. То есть власти что, хобби такое? Посмотреть, где пределы народного терпения? Не надо экспериментировать. Вот совсем не надо. Потому что если народ выйдет сам решить правосудие, мало никому не покажется. Это очень опасная тема. Власть, тем более в нашей стране, как мы знаем, когда надо, власть-то может быть очень решительной. Или что? Навальный выполняет какую-то тайную задачу, собирает всех подонков в одном месте, чтобы потом их всех разом прихлопнуть? В этом плане, кстати, очень интересное сегодня было рассуждение Волкова о том, почему оппозиции не надо ни в коем случае объединяться. Он говорит, а у нас задачи нет объединяться. Вы что? Зачем им оппозиции объединяться? У нас одна задача – свалить Путина. То есть они же не скрывают. При этом они поэтому подтягивают кого угодно. Вот написала откровенно Вика Нуланд, что задача – работать с интернетом. Тут же кто вываливается? Тут же вываливается в торговую позицию украинский мальчик Юра Дудь, которому насрать, куда дуть, во что дуть и чего дуть. И вот Юра Дудь – необразованный, глупый, жалкий, а папа – уважаемый человек, профессор военных наук, руководитель, но сынка-то не воспитал. Сынок-то подонок и негодяй. И вот сынок, подонок и негодяй радостно вывешивается и ждет, кто даст больше – Кодорковский или другие ребята-спонсоры. Потому что Кодорковский так не определил. То есть то ли надо идти голосовать против, то ли не идти голосовать вообще. И Юра подвис. Свободная кассочка, Макдоналдс. Нам, мне кажется, очень важно сейчас посмотреть, что происходит в США, особенно в Миннеаполисе. В последние акции, когда мы увидели, что они потребовали убрать полицию как орган, и дело здесь совершенно не в полиции было. Дело в том, что они формируют абсолютно новую модель. Они говорят о том, что должны появиться радикалы с оружием. Вот эта вот армия демократов, которая будет вершить правосудие по принципу люстрации. Ты нам нравишься, ты нам не нравишься. То, как люстрация работает, мы видим сегодня там по огромному числу людей. И при этом мы помним, что известный профессор буквально на той неделе призывает к насильственному свяжению президента США. Какая ответственность? Вся Америка, элита Америки, патриотически настроена, сейчас задается вопросом, а будет этот человек отвечать или нет? Потому что он настойчиво всех призывает. Нет, отвечать он не будет. Никакой ответственности. Мне почему-то это напомнило позицию наших силовых органов, потому что она с демократами становится синхронной. Мы что хотим, чтобы вот то же самое было? Я просто, вы знаете, вспоминаю начало сирийских событий, когда Башар Асад, разговаривая с послом, а потом у нас была встреча с этим послом, он удивлялся. И посол нам рассказывал, что Башар подходит к телевизору и видит на BBC и CNN, как в его дворе происходят жуткие совершенно события. Как армия Асада убивает несчастных постанцев, как женщин там давят танками. Он подходит к окну, говорит, ну у меня же здесь фонтан и птицы. Откуда эти кадры взялись? Что происходит? И это было сделано. И тогда, в принципе, никто не верил, что через шесть месяцев от Сирии останутся одни руины. Я поэтому сильно переживаю, даже не по поводу Алексея, а по поводу того, что происходит. Алексей просто, ну, внешняя часть этого огромного азербурга, который движется на нас. Так и есть. Абсолютно верно. И я сильно переживаю, что вот это заявление, которое многие там воспринимают как, может быть, какой-то маргинальный шаг, оно будет проигнорировано. А если оно будет проигнорировано, тогда, получается, обращаться нам больше некому. Если ФСБ Российской Федерации не возбудит уголовное дело по очевидному для всех преступлению, куда нам писать? Кому нам писать? Согласен. Абсолютно согласен. Я вам хочу показать, если мы говорим о зле... Спасибо вам большое, Серёж. Всегда рад вас слышать. Приходите ко мне в студию, поговорим. Я вам хочу рассказать сегодня о том, что был вынесен приговор до того, как мы дойдём до дела Кирилла Серебренникова. Я вам хочу кое-что рассказать. Вот эстонцы... Я, наверное, даже это найду. Я, наверное, даже постараюсь это найти, прочитать, потому что меня это настолько убило, и я своим глазам не мог поверить. Но реально, я думал, что это... Так не бывает. Сейчас, не волнуйтесь, у меня всё непросто. У меня есть средства связи. Итак, я сюда живы избранные. Значит, что происходит? Я смотрю, как 22 июня описывают разные учебники истории. И я думаю, ну ладно, ну не может же такое быть. И смотрю, нет, действительно, так и есть. Вот что пишет, например... Ой, кстати, я вам забыл показать очень трогательное сообщение от Юры Дудь. Юра Дудь пишет... Я не гей, к сожалению. Юр, ну ещё не поздно. Судя по вашей позиции, вы к нему же очень близки. Если речь идёт об украинском понимании. А что такое украинское понимание? В Украине день скорби и памяти жертв войны. Посмотрите, кого Украина сегодня считает погибшим и кто где воевал. Вы видите, кто считает, а не пострадал? Вы будете удивлены. Это не только советская армия, но ещё и УПА. Бойцы УПА, оказывается, сражались с нацизмом. Ничего так. Ну, а война, естественно, как вы понимаете, началась, ясно с чего? С тем, что там Венгрия, часть украинской территории и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok